А почему вы так долго не приезжаете? Если вас зовут в гости друзья, оказывается им медлить абсолютно неприлично. Баг да полный. Колеса крутятся, километры убегают. Впереди высоченные горы Кавказа, глубокие ущелья и гостеприимные люди. Настроение великолепное, но как пройдет дорога? Будут ли проблемы с ГАИ? Как поведет себя машина в дальней поездке? И вообще, насколько она будет интересной? Откуда вы в лесу, а, ребят? И тяжелой. Вот такой вот мостик деревянный. И вот с такими вот дырочками. На все эти вопросы предстоит ответить в ближайшие дни. Для статистики обнули дорожный компьютер автомобиля. Нам предстоит путь в почти 1800 километров. Такое расстояние не проблема проехать за два дня, если не терять время. Тем более трасса хороша и достаточно быстрая. Первая остановка. Так. Подкачка колес. Вроде работает и бесплатная. Это, конечно, радует. Ну и сама заправка вполне приличная. Помню времена, когда найти нормальный туалет вдоль трассы, была еще та задача. Сегодня все более чем хорошо. И это правда радует. Пересекаем по мосту реку Ака. Километры наматываются на дометре незаметно. На трассе встречается несколько постов ДПС, но они особенно не тормозят движение. Хлебосольный Кавказ все ближе. Да, забыл сказать. На юг ведут две основные дороги. Одна через Воронеж и Ростов-на-Дону. По ней мы вернемся домой. Поэтому для разнообразия сейчас выбран второй вариант пути через Тамбов и Волгоград. Он лишь на 10 километров длиннее, но вот сама дорога немного разочаровала. После съезда с Воронежской трассы она стала двухполосной. Покрытие остается отличным, но вот загруженность слишком высока. Ой, сколько фур впереди. Вот тот случай, когда нужно просто расслабиться и ехать вместе со всеми. К тому же на трассе каждые пару километров заботливо расставлены камеры контроля скорости всех возможных типов. Одни висят на столбах, другие встроены в крыши машин мобильных комплексов. Спешить не удается. Зато компьютер машины выдает рекордные цифры остаточного пробега на одном баке топлива 1033 километра. И это с учетом уже пройденных 216 километров. Однако эти цифры меня не сильно радуют. В глубине души я все же надеюсь когда-то поехать быстрее 90 километров в час. Несмотря на невысокую скорость, не обошлось без аварий. На дороге печально стоит недавно сгоревшая фура. Зрелище нерадостное. Часть дороги реконструируется. Когда-то она станет четырехполосной. И возможно, как мы любим, платной. Несмотря на медленные движения, есть и радости. Живописные пейзажи компенсируют разочарование небыстрым темпом езды. Че-то встали. Непонятно. Посреди поля. Вот только этого не хватало. Большое Рязанское кольцо. Яндекс, ты пишешь, тут все зеленое. Яндекс, ты не прав. Все не едет. Вообще. Но обижаться незачем. Мы едем по типичным, мощным черноземам Тамбовской области. Расположенные на Окско-Донской равнине. На распаханных полях видна земля удивительно черного цвета. То, что это чернозем, нет никаких сомнений. Поэтому большое количество сельхозтехники в это время года скорее не огорчает, а радует. Ведь так и должно быть. Наш пробег на Баке опять подрос. 1053 километров. Текущий расход семь с половиной, но это с учетом Москвы и куска с Красного шоссе. Чудеса Вскоре мы подъезжаем к городу, который знаком всем. Но даже если вы о нем не знаете, уверен, ваш сад на даче минимум наполовину состоит из растений из этого места. Да, это Мичуринск. Конечно, мы спешим к друзьям, но проехать мимо не позволяет садоводческая совесть. Ну, вот как можно было не заехать в город, из которого большая часть сада на даче? Ну, правда. Уверен, короткая прогулка ни на что не повлияет. Да-да, я помню. Мы спешим. 400 лет назад степные окраины московского государства охраняли лишь 8 городов. Во время правления первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича настал час укрепления юго-восточных границ. Так появился город Козлов. В 1932 году его переименовали в Мичуринск в честь ученого-селекционера Ивана Владимировича Мичурина. Он создал более 300 видов растений и продвинул на север многие плодово-ягодные культуры. Сегодня это небольшой город. В нем живут 90 тысяч человек. Мичуринские яблоки. Ну, куда же без них? Здесь есть красивые церкви и несколько сохранившихся дореволюционных улиц. В центре города расположен Мичуринский аграрный университет, а напротив парк с могилой ученого. На ней выбита его знаменитая фраза «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача». Вечерейт. Тамбово остается проехать 70 километров. Дорога полупустая и с четырьмя полосами. Видим быстро. Я не рассчитывал ночевать в Тамбове. Хотел проехать его без остановок. Но мы уже не успеваем доехать до запланированной передорожной гостиницы под Борисоглебском. Это огорчает. Однако я ни разу не пожалел об остановке в Тамбове. Но об этом чуть позже. Останавливаемся на окраине города в квартире. Забронировал ее через сервис суточно.ру. Все проходит удачно. И рано утром мы выезжаем в сторону Волгограда. Но проехать город без остановок я не смог. Обалдеть. Просто просто потрясающе. Нет но мимо такой красоты я не мог проехать. Вынужден признаться я конечно знал о существовании Тамбова но в моих представлениях это был промышленный молодой город. в котором внимании бывалого туриста не за что зацепиться. Как же я ошибался. Тамбов был основан воеводой Романом Бабарыкиным примерно в то же время и по тем же причинам что и Мичуринск. Но город значительно больше преуспел. Он был центром Тамбовской провинции потом Тамбовского наместничества. сейчас это центр Тамбовской области. В городе живет 250 тысяч никуда не спешащих людей. Так интересно припарковал машину рядом с другой но до нее метра два с половиной не меньше но в Москве бы в эту дырочку все бы просто пролетали а здесь нет подъедут остановятся осмотрятся такой неспешный несуетной образ жизни приятно город находится на реке Цна интересно что так же называется река на которой расположен вышний волочок это к северу от Москвы на полпути к Санкт-Петербургу но еще интереснее что от названия Цна происходит и Десна и все это означает находящиеся справа в нашем случае справа от своей главной реки в Тамбове находятся несколько красивейших монастырей на берегу Цны стоит часовня со святым источником со вкуснейшей водой а ее как вы знаете в путешествиях много не бывает здесь есть и отличные технический университет центральная часть города сохранилась во время Великой Отечественной войны и поражает своей уютной невысотной архитектурой в Тамбове многое сохранилось но не все а вот то что построили из нового удивительным образом как-то не мешает старому это безумно приятно все как-то классно вписано редкость один из сохранившихся особняков является настоящим шедевром модерна его построил местный промышленник и меценат Михаил Васильевич Асеев который не только обладал отменным вкусом но в отличие от современных толстосумов отлично знал как оставить о себе память на века усадьба пользуется заслуженной популярностью как у туристов так и у горожан которые с радостью проводят здесь свадьба скажу честно для меня Тамбов это настоящее открытие я никогда не думал что город настолько хороший красив и сюда заезжать нужно явно не на пару часов а хотя бы на пару дней ну что ж когда-нибудь обязательно приеду и получу полноценное наслаждение красиво очень красиво а почему вы так долго едете а мы вас ждем мы потратили на прогулку по городу 4 часа драгоценного времени но я бы остался в Тамбове еще минимум на день если бы не ждущие нас друзья поэтому мы устремились на трассу осталось полбака и думаю его бы хватило до Волгограда но на всякий случай лучше заправлюсь дорога до Волгограда обычная двухполосная и нам не привыкать но не обошлось без неприятных сюрпризов помедленнее впереди очередной зерновоз опять веселье обычно это бортовые камазы с прицепом им явно тяжело они едут заметно медленнее фур а обгонять на трассе можно не везде к тому же на асфальте появились опасные выбоины залитые гудроном темп движения существенно снизился но изменилась не только скорость а обраги и небольшие холмы не знаю видно или нет но раньше такого не было движемся к Волге незаметно но там И, конечно, дорожную обстановку чутко контролируют сотрудники ГИБДД. Хотя, извините, с недавних времен это опять ГАИ. Но больше всего неприятностей доставляют не медленные зерновозы, а торопыги на дорогах. Вот посмотрите, если бы водитель автобуса не съехал на обочину, было бы лобовое столкновение. И водитель этой 14 модели уже никогда бы не сел за руль. Может быть, там ему и не место. А вот небольшая Пежо спешит навстречу судьбе. Понаблюдайте за этой машиной. Водитель, молодая и явно неопытная девушка, но уже везет троих пассажиров и очень спешит. Несколько раз не может выбрать правильное время для обгона и начинает маневр в самое неподходящее время. Встречная машина вынуждена съехать на обочину, а обгон даже не состоялся. Девушке бы успокоиться, но нет. Она упорно продолжает неумело спешить дальше. Уверен, пассажиры высказали ей все, что о ней думают. Но, судя по всему, она и так это все знала. Количество столбиков, конечно, поражает. Решили потратить деньги, называется. Вот до этого на поворотах ничего не было. А здесь, наверное, штук сто. Вот, не меньше. Зачем? Почему? Ну, у кого-то дачка зато появилась. До сих пор не заканчивается. Плавный поворот. О, нет, все. Все, надо было дальше. Крышные не доделывать не смогли. Опять овраги, холмики. Интересная местность. Черные зарплаты, заплатки. Такие опасные. Бывают с ямками. Мы приезжаем рядом с Борисом Глебском. Здесь находится знаменитый учебный авиационный центр имени Валерия Чкалова. Здесь же и учился великий летчик. Вы даже не представляете, как много усилий мне стоило не свернуть с трассы, чтобы увидеть это легендарное летное училище. Но мы спешим к друзьям. Вскоре дорога становится четырехполосной. И четыре полосы. Просто счастье какое-то. Обалдеть. Счастье было недолгим, но ладно. Мы продолжаем двигаться на юг. Насколько потеплело. Градусов на шесть. Минимум. Юга-юга. То ли дело в жарком лете, то ли из-за перегруза, но... Вся обочина усыпана отлетевшими наваренными протекторами грузовых машин. Однажды я был свидетелем взорвавшегося грузового колеса. Скажу честно, это было феерично. Поэтому радости обрывки покрышек на обочине мне не доставляли. Все солнце скрылось. Подсолнухи поникли. До утра. А тут еще нет. Вскоре появляется луна и наступают сумерки. Мы объезжаем в самый большой город этой поездки. В Волгоград. И здесь нас ждал не очень приятный сюрприз. Но об этом расскажу в следующем видео. Продолжение следует...